Если бы мне об этом рассказали раньше, я бы сэкономил миллионы. Сегодня я вам расскажу закономерность, которая сэкономит миллионы на вашем торговом счете. Эта закономерность связана с определением доминирующей стороны в рынке, и эта закономерность позволит сократить ложные входы на десятки процентов. На самом деле все просто. В основном трейдеры торгуют рынок на откат от уровня. Кто-то выставляет отложки, кто-то ждет сигнала, но все безоговорочно совершают сделки в сторону разворота. Это оправдано, ведь на уровне обычно рынок либо перекуплен, либо перепродан, и мы всегда ждем откатного движения. Однако вот статистика подобной торговли за год. Условно у нас есть уровень, мы входим на отбой от этого уровня. Обратите внимание, что чем больше сделок, тем больше показатель приходит к уровню 56%. Это та величина положительных сделок за всю выборку. Таким образом, торгуя данную формацию, мы можем рассчитывать примерно на 56% плюсовых входов, что довольно-таки неплохо в рамках трейдинга, в особенности, если у вас небольшой стоп-приказ. Вот другая статистика. Тут использовался аналогичный сигнал, но с фильтром. Здесь величина успешных входов уже около 70%. 70% плюсовых входов – это на 14% больше. В рамках трейдинга это очень много. Не каждый успешный трейдер может продемонстрировать статистику с 70% успешных входов. Что же изменилось? Мы стали учитывать одну закономерность. Дело в том, что рынок к уровню может подойти разными сценариями. Он может подойти ступеньками. Он может подойти рывком. Он может подойти волнами. Он также может сочетаться. Так вот, что интересно. Когда рынок подходит к уровню волнами, с огромной долей вероятности рынок пробивает уровень. Таким образом, если трейдер хочет встать в разворот рынка, ему нужно смотреть предыдущее движение. В случае, если рынок подходит четкими волнами или, как говорят трейдеры, пилой к уровню, вероятнее всего рынок все-таки пробьет данный уровень. Вот сделка моего ученика на покупку. Обратите внимание, что он покупает данный инструмент на хаях. Там, где дорого. Но, тем не менее, рынок пошел дальше наверх. Это связано с тем, что до этого было движение пилой. И рынок пилой двигался к этому уровню. Заранее было известно, что рынок пробьет данный уровень. Здесь другая сделка уже другого ученика. Обратите внимание, как рынок четко идет вниз и идет вниз четко в ярко выраженной пилой. Заранее было известно, что рынок пробьет уровень и пойдет дальше вниз. Я привел вам пример двух сделок. И эти две сделки были взяты на пробой уровня. Означает ли, что мы должны торговать только в пробой уровня в случае, если видим пилу? Конечно же нет. Я привел данные сделки просто для того, чтобы вам продемонстрировать этот принцип. Однако, если вы находитесь в позициях и видите, что рынок подходит к уровню и подходит к пилой, не выходите из позиции подождите реализации. Ну а в случае, если вы еще не в позициях и хотите взять отбой от уровня, ждите, что сделает рынок. Возможно, рынок с большой долей вероятности пробьет данный уровень. Ну а что делать дальше, я думаю, вы знаете. Вы подождете отката и, скорее всего, зайдете в данную позицию. Передвижение рынка пилой всегда указывает на силу рынка и на явную доминирующую сторону. Ну в случае, если пила идет наверх, то, конечно же, доминируют покупки. В случае, если пила идет вниз, то, конечно же, доминируют продажи. Ну и, конечно же, это также указывает на то, что с большой долей вероятности рынок пробьет этой пилой уровень в ту или в другую сторону. В основе данного принципа лежит механика рынка и принципы сведения ордеров. Рынок по-другому просто работать не может и рынок по-другому в принципе двигаться не может, поскольку в основе данного принципа лежат рыночные механизмы. На моем канале есть несколько обучающих роликов, которых я посвятил как раз таки рыночным механизмам. Посмотрите их. Зарабатывайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова